Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика, и я очень рада видеть вас у себя на канале. В сегодняшнем ролике предлагаю вам вспомнить о такой марке, как Флормар. Я уверена, что многие знакомы на это название. Когда-то очень давно она была популярна среди любителей косметики, потому что очень выделялась среди всего остального масс-маркета. Она была настолько качественной, настолько классной и настолько близкой к профессиональной марке, либо люксу, что ее многие любили. У меня была палетка теней четверка и, по-моему, помада. Ну, помаду я как-то не очень помню, а вот палетка теней, которая такая была розовенькая, с завинчивающейся крышкой, она была прям каким-то моим таким мастхевом. Я ей очень долго и часто пользовалась. Понятное дело, что спустя какое-то время масс-маркет шагнул вперед, появились новые продукты, новые формулы, новые какие-то текстуры, что Флормар как-то затерялся. Да, я перестала видеть его где-то в розничной продаже, в каких-то косметических магазинах также, и особо никто его не рекламировал, поэтому все о нем благополучно забыли. Но тут на днях я наткнулась на видео Дианы Суворовой, где она напомнила мне об этой потрясающей косметике. Поэтому я, конечно же, вперед с песнями побежала на маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozone, и заказала себе некоторые продукты для того, чтобы освежить в памяти все прекрасные моменты, связанные с использованием данной косметики. Я себе взяла несколько продуктов для того, чтобы создать такой полноценный макияж, ну и в конце концов потестировать. Вдруг еще что-то замечательное появилось в данной косметике. И вашему вниманию сегодня предлагаю на обзор такие продукты, как тональный крем, консилер, румяна, палетка теней и, конечно же, помада. Мне кажется, достаточный средств для того, чтобы создать такой образ. Если вам интересно посмотреть и послушать о данной косметике, то оставайтесь со мной. Начать я свой обзор хочу, как обычно, с тонального средства, побыстрее измаскировать все свои неровности на лице. И для себя я выбрала тональную основу под названием HD Invisible Cover Foundation, SPF 30. Это первое, что меня очень порадовало в данном тональном средстве. Не часто встретишь такой высокий солнцезащитный фактор в тональных основах масс-маркет. Что нам обещает производитель? А производитель нам говорит, что данная тональная основа обладает настолько роскошной текстурой, что при нанесении создает тончайший слой и образует мягкое матовое покрытие с эффектом второй кожи. Также производитель говорит, что данная тональная основа подходит для любого типа кожи. Входящие HD компоненты в данную тональную основу создают визуальное ощущение того, что ваша кожа ровная, красивая, без каких-либо несовершенств. Я для себя выбрала оттенок 40 и называется он Light Ivory. Сразу хочу сказать, что все я покупала вслепую, исключительно даже не по сводчим, а просто по картинкам в интернете. И когда я получила тональную основу, мне немножко, немножко я расстроилась, потому что мне она показалась розовой. Я надеялась, что она будет все-таки немножечко такой нейтральной. Но рискнув ее попробовать, я поняла для себя, что оттенок очень даже неплохо мне подходит. А подходит потому, что она идеально подстраивается под тон кожи. Вот так вот на камере сейчас видно, что она слегка розоватая, но буду ее растушевывать кистью, и со временем эта розовинка, она уйдет. Тональная основа довольно плотная, тягучая. Обычно все такие тональные основы с высоким SPF-фактором. Хорошо распределяется кистью. У нее приятная такая кремовая отдушка. Для некоторых она может показаться немного интенсивной и такой навязчивой. Но я люблю, когда тональные средства, и вообще любые косметические средства приятно пахнут. Это создает мне дополнительное настроение. У меня сейчас кожа вообще просто удивительная. Она собрала на себе все недостатки, которые только могут быть. Поэтому я со спокойной душой и полной ответственностью могу заявлять о всех качествах данной тональной основы. Она не проваливается в мои расширенные поры на Т-зоне. Она не подчеркивает мои морщины в области вот здесь вот глаз. Также по периферии лица у меня находятся сейчас шелушения от того, что я слегка переборщила с кислотами. И эти шелушения они тоже не подчеркивают. То есть тональная основа очень хорошо и классно увлажняет кожу. Даже обезвоженную кожу, обезвоженную жирную кожу. При этом она не подчеркивает какие-то расширенные поры. Тем более в них не проваливается. Выглядит лицо действительно очень так натурально. Эффект второй кожи присутствует однозначно. Что касается финиша. Финиш натуральный. Он не слишком сияющий, он не слишком матовый. И если вы, к примеру, не любите ощущать и видеть тон на своем лице, но при этом хотите, чтобы кожа действительно выглядела чуть лучше в отражении, мне кажется, это ваш вариант. Она абсолютно не ощущается. Она абсолютно незаметна. Но при этом внешний вид кожи становится гораздо лучше. Что касается возможности его наслоить. Наслоить его можно. Никакого там пирога не получится. То есть отлично наслаивается, распределяется, там не полосит. Единственное, что если у вас какие-то ярко выраженные несовершенства, полного перекрытия их наслоением вы все равно не добьетесь. Что касается стойкости, кстати, тон вполне себе стойкий. У меня он держится целый день, да. И под маской не сползает никуда. С моей иногда жирнящейся этой зоной. Поэтому, если любите такое невесомое натуральное покрытие, обратите внимание, вообще средство шикарное. И второй продукт, который я уже благополучно нанесла на один глаз, но не записала вам, потому что забыла включить камеру. Очень хорошо, что есть второй глаз. Следующий продукт, который я собираюсь использовать, это консилер. Называется он Perfect Coverage Liquid Concealer. У меня в оттенке 20, светленький. И знаете, когда я его потестила на руке, он мне на самом деле понравился. Мне понравилась его кремовая такая консистенция. Мне понравилась легкость, то, как он распределяется. То есть он не слишком плотный, не слишком такой пудровый. Понравилось то, что у него все-таки есть какой-то сияющий финиш, который работает как светоотражатель. Все было здорово и хорошо до того момента, пока я его не нанесла на зону консилера. Что мы имеем в итоге после нанесения? Он, во-первых, не слишком-то хорошей кроющей способностью обладает. То есть все равно просвечивает даже какие-то не слишком интенсивные синяки, как у меня. Это первый момент. Второй момент. Он подсобирает адский тон. Вообще любой, не только флормар, а любой. На нем он начинает каким-то образом скукоживаться. Проплешины появляются. Далее. Этот консилер, несмотря на то, что он такой сияющий, вроде как увлажняющий, он ужасно забивается в морщины и подчеркивает всю текстуру кожи. И казалось бы, вот этот вот момент, когда работает светоотражающий эффект, он вроде как должен, наоборот, работать нам на руку. Здесь он усугубляет всю эту ситуацию за счет того, что консилер, забиваясь в морщинки, подчеркивая текстуру кожи, начинает бликовать, тем самым еще больше привлекает внимание к нашим морщинкам. И они просто сияют таким морщинистым нечто у вас под глазами. Вот на камеру, я смотрю, выглядит, в общем-то, неплохо. Но в обычной жизни это что-то такое морщинистое, бугристое и еще вдобавок сияющее. Кое-где вот он прям подскатывает тон, и мне он абсолютно не понравился. Я бы не стала его рекомендовать, особенно если у вас века не 15-летней или 20-летней девушки. Потому что все ваши морщинки, есть они или нет, обязательно будут заметны вам и окружающим. Как-то вот не очень удачный продукт. Вот так вот тон с консилером и слегка я припудрила для того, чтобы просушить лицо. Выглядит, собственно говоря, в макияже, на камере выглядит, в общем-то, неплохо. Но вот в обычной жизни я вижу у себя вот в отражении, что, ну вообще, вот особенно, особенно консилер. Весь мой возраст, подчеркну. Хватит, в общем, о грустном. Давайте дальше продолжим. Следующий продукт, о котором я хочу вам рассказать и показать, как он себя ведет, это вот такие вот румяна, тоже флормар. И у меня в оттенке 95 называется Coral and Beige. То есть это, вы поняли, двойные румяна. Но вот здесь вот на наклеечке написано, что это румяна компактные с кистью. Кисти тут нет. Здесь два оттенка румян. Один такой бежевый и другой коралловый. Имеется вот такое вот маленькое зеркало, я не знаю для чего. Там можно только на брови на свои посмотреть и на кончик носа. Ну ладно, не принципиально. Что касается румяна. Вот когда я их получила и потестировала, я немного не поняла вот этот бежевый оттенок. Золотисто-бежевый продукт с кучей золотистых блесток. К примеру, использовать его как скульптор, но можно, возможно, но только на очень-очень светлых девочках. Если же использовать его как хайлайтер, то для хайлайтера он слишком темный. Еще его можно наслоить и использовать как бронзер. Я думаю, что, скорее всего, это больше бронзирующая пудра, но, опять-таки, для совсем-совсем светленьких. Но так вот сразу, видите, и не скажешь. Хотя, вот видите, как наслаивается. В упаковке он более бежевый. На свотче он более такой прям вот золотистый. Что касается второго продукта, это коралловые румяна, которые мне очень понравились. Красивый цвет, несмотря на то, что это коралл, но правильный оттенок. Такой оттенок, он обычно всегда добавляет свежесть лицу. Он не холодный, не слишком теплый и действительно очень-очень такой освежающий. Давайте нанесем вот этот вот, видите, это бежевый. Вот этот цвет я наношу в качестве скульптора. Наверное, больше такой бронзер пигментированный, потому что, казалось бы, абсолютно какая-то такая полупрозрачная текстура. На первый взгляд, буквально на кисть, и он работает. Поэтому, если вы светленькая, у вас белая кожа, и вы хотите как-то добавить немного загара, обратите внимание, вообще классно. И румяна сейчас тоже сразу нанесем. Буду наносить вообще такой вот пушистой кисточкой. Кстати, знаете, они не слишком-то сильные пылят, не слишком рыхлые, но при этом прям вот удивительно пигментированные. Буду наносить прям на щечки, освежать свой образ. Оп! Ну, я прям матрешка. Румяшки. Молодцы! На все 5 баллов. Всем могу порекомендовать. Единственное, что вот они, говорю, сатиновые. Все равно этот небольшой отлив, он заметен. Видите? Если вам не очень нравится, то тогда можно выбрать что-то другое. Если вы любитель сатиновых каких-то румян, то обратите внимание, мне нравится. Ну и переходим к глазам. Конечно же, больше всего мне хотелось вспомнить тени. И в этот раз я решила не выбирать четверку теней. У них четверки тоже по-прежнему представлены, только уже в другом дизайне. Я решила взять пятерочку, пятерку теней. Выбрала для себя такую золотистую палетку. Золотистая карамельная, она называется Golden Caramel. Капитан очевидность в деле. Симпатичные тенюшки, желтенько-золотисто-коричневые, такие теплые. Она теплая. И сразу хочу сказать, здесь пять оттенков, и все они сатиновые. Но растяжка, смотрите, какая красивая. Что касается упаковки, она, конечно, кошмарная, ужасно тугая. И для того, чтобы открыть эту палетку, я, кстати, пару раз даже ногти себе сломала. В этом случае я негодую. Ну, а что касается текстур, оттенков, вы сейчас сами все увидите. Быстро сделаю макияж с использованием этой палетки. Повторюсь, здесь только сатиновые цвета представлены. Нет никаких матовых, но в связи с тем, что палетка довольно такая спокойная, и насыщенность сатинов, она тоже разная, будем использовать в макияже только их. И первый оттенок, который я буду использовать, центральный, вот этот вот. Вот это такой насыщенно золотой цвет, оранжевое золото, которое прям вот тепленькое. И этот сатин мы будем наносить, не мы, точнее я буду наносить в складку века. Частички вот этой сияющей, они настолько еле заметные. Вот я его нанесла в складку, и вы можете видеть, что вот эта коричневая база, на которой он основан, она остается, а блесток их по сути не видно. Поэтому я поняла, что данный цвет очень даже неплох для растушевки макияжа, для того, чтобы скорректировать складку, и вот это и вот какой-то росыпь и блесток, их абсолютно не видно, не заметно. Все очень красиво, достойно, и в принципе матовый цвет здесь не нужен. Хорошо тушуются, вообще без каких-либо залипаний. Пигментация средняя, ну можно наслоить. Для любителей спокойных таких дневных макияжей, не слишком плотных, если вы боитесь, к примеру, напитнить темными оттенками, вот эта вот палетка для вас. Она такая прям вот лайтовая. Следующий оттенок, который я буду наносить в складку века, нам нужно ее немножечко углубить, это будет вот этот вот цвет. Это уже золотисто-медно-коричневый, тоже красивый цвет. Все текстуры очень мягкие, без каких-то ярко выраженных таких крупинок. Аккуратно и легко наносятся на кисть и потом передаются на века. Между собой они тоже просто идеальнейшим образом тушуются и по цвету классно подобраны. У этого оттенка уже более ярко выраженный сатиновый эффект и вот эти блесточки, они на макияже уже более заметны. Далее мы будем наносить самый темный оттенок, я буду наносить его во внешний уголок. Классический коричнево-красный цвет. Видите, они в принципе все одной тональности, единственное по оттенку немножечко потемнее. Тоже идеально наносится, идеально набирает. Какого-то такого прям вот глухого затемнения этими тенями здесь не получится, потому что, тем более на камеру, потому что это сатин и ясное дело, что он бликует. Для того, чтобы добиться такой плотности во внешнем уголке, нужно либо дополнительно подложку использовать, либо же использовать матовую тень. Вот. Но в обычной жизни это очень здорово смотрится, мне нравится. В последнее время вообще забила на все эти правила. Складку прорабатывать только матовой тенью, затемнять только матовую тенью, а во внутренний уголок наносить сияшку. Все это, мне кажется, уже старо как мир. Красимся так, как хотим. Вот, сегодня я хочу так. Затемнела, видите, уголок. В принципе, какого-то такого плотного затемнения нет, но очень даже классно и здорово выглядит. Перейдем к подвижному веку. Здесь, на вот эту внешнюю часть, точнее внутреннюю часть, я хочу нанести второй оттенок. Это такой желтый, это лимонное золото. Они все из золотистой такой вот истории. Он, кстати, самый малопигментированный в данной палетке, поэтому его нужно наносить какой-нибудь плотной кистью, втирающими движениями. Смотрите, как он классно вообще выглядит. Если наносить это все дело на базу, это будет вообще шикарно. Далее я возьму третий-четвертый оттенок, который наносила в складку. Вот так вот их просто смешаю этой же кисточкой немножечко. И границу между темно-коричневым и вот этим лимонным мы немножечко сгладим, чтобы переход был более плавный. Вот так. На нижний век я нанесла все в той же последовательности, кроме желтенького. И теперь самый интересный оттенок из данной палетки – это самый первый. И на первый взгляд он кажется каким-то, знаете, таким вообще неподходящим к ним, потому что он зеленоватый. Но на самом деле это потрясающий оттенок фисташково-золотистый дуахром. У меня таких оттенков вообще в коллекции нет. И он потрясающий, просто он очень красивый. Думаю, что он здесь тоже очень-очень кстати. Его мы нанесем на внутренний уголочек. Он довольно интенсивно сияющий, поэтому, к примеру, наносить его на подбровь или куда-нибудь – это не дело. Поэтому нанесем его на внутреннюю часть. Красиво накладывается. Вот так вот хочу. Сегодня я решила украсить свой макияж глаз стрелками. Накрасила ресницей. И мне кажется, очень даже неплохо-то и получилось. Давайте немножечко резюмирую. Я все выше проделанное. Палеткой теней я осталась довольна на 100%, за исключением дурацкой абсолютно упаковки. Я вот видите, ее даже не закрываю, потому что я потом просто-напросто не открою. Красивая, приятная, подобранная цветовая гамма. Симпатичная такая палитра оттенков осенних, золотисто-каких-то карамельно-коричневых. На мой взгляд, делает макияж очень даже таким носибельным, как и в дневное время суток. Очень проста в работе. Красивые сатины, не слишком крупнодисперстные, мягенькие, с таким атласным финишем. И сами по себе тени тоже очень-очень достойные. Я считаю, что если вы ищете красивые растяжки таких привычных нам и носибельных оттенков из масс-маркета, обратите внимание, здесь вот прям каждый оттенок, на мой взгляд, нужный. Лишних оттенков здесь нет. Тени спокойно держатся в течение всего рабочего дня. Они не скатываются, не меняют свой оттенок, остаются абсолютно читаемые в макияже. Единственное, что немножечко тускнеют. Ну, это если наносить без базы. Если же наносить на базу, либо какую-то подложку, понятное дело, что вы значительно продлите жизнь своему макияжу. Последний продукт, о котором я хотела бы вам рассказать и показать, это помада. Для себя я выбрала помаду. Помада стойкая губная помада. Просто стойкая губная помада у меня в оттенке L01. И называется она Pink Nude. Но уже по вот этой вот наклеечке можно понять, что ну как-то это не Pink Nude. Смотрите, она такая больше какая-то рыженькая, бежево-розовая. Вот. Это внезапный цвет. Бежево-оранжевый, теплый. И если бы я эту помаду покупала бы оффлайн, ну не по картинке, я бы, наверное, вряд ли обратила внимание на данный оттенок и вряд ли бы его купила. Но! Когда она мне пришла, я потестировала у себя на губах, не совсем все печально оказалось. Оттенок внезапный, оттенок никогда ранее мною не используемый в макияже, но при этом он не выглядит как-то совсем дурно на моих губах. Аромат у нее до боли напоминает мне ароматы MAC. Я губы увлажнила хорошенечко и будем наносить помадку. Губы я увлажнила хорошо намеренно, потому что помада устойчивая и она немного суховата. Хотя вот на сводче выглядит абсолютно такой какой-то кремово-сатиновый. И на губах у нее больше, наверное, сатиновый такой финиш, но наносится она крайне сложно. Я не могу сказать, что это самая комфортная помада, которая есть у меня. Я не могу сказать, что она слишком стягивает губы. Также не могу сказать, что она слишком такая жирная и хорошо их увлажняет. На мой взгляд, это такая среднестатистическая помада, которая за счет своей вот этой вот устойчивой формулы может доставлять некоторые неприятные такие ощущения. Но за счет этих ощущений эта помада, собственно говоря, и находится на протяжении длительного времени у вас на губах. Она не растекается, за контур она не выползает. Также она не образует белую полоску. И что еще? Она не слишком так вот жирно ощущается на губах. Не размазывается под маской. То есть она каким-то образом фиксируется. Вот. И самое приятное, наверное, то, что она легко смывается обычной мицеллярной водой. Скажу, что заказом Флор Марк косметики я осталась довольна. Преимущественно довольна. Единственное, что мне абсолютно не понравилось, это консилер. Никому не советую. И, наверное, я бы не стала повторять помаду. Потому что она какая-то такая обычная. Обычная можно, мне кажется, и что-нибудь поинтереснее где-нибудь найти. Но эту помаду я однозначно себе оставлю. Хотя бы ради одного вот такого вот внезапного для себя оттенка. На этом видео я буду свое завершать. Вам огромное спасибо за внимание, за ваши оценки, за ваши комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok